Процесс парообразования может происходить двумя способами. Испарение, происходящее только с поверхности жидкости при любой температуре. Медленное парообразование. Кипение, происходящее по всему объему жидкости при постоянной температуре. Рассмотрим механизм процесса кипения. Начинаем нагревать жидкость. Пузырьки воздуха, всегда имеющиеся в жидкости, но невидимые невооруженным глазом, содержат газ, растворенный в жидкости и абсорбированный стенками сосуда, и насыщенный пар. По мере увеличения температуры жидкости, объем пузырька увеличивается, так как объем испаряющийся внутри пузырька жидкости растет. Так как объем пузырька увеличивается, то растет сила Архимеда, действующая на него. Пузырьки поднимаются вверх. Если температура жидкости не достигла температуры кипения, то давление насыщенного пара внутри пузырька меньше атмосферного. Поэтому пузырьки, поднявшиеся на поверхность жидкости, уменьшаются в объеме и исчезают. Кипение не происходит. Если же температура жидкости равна температуре кипения, то есть давление насыщенного пара внутри пузырька больше, либо равно атмосферному, то пузырьки, достигшие поверхности воды, лопаются с выбросом паров наружу. В процессе кипения температура жидкости не меняется до тех пор, пока вся жидкость не выкипит.